Вы уже упомянули, Валерия Карпина, вот по поводу него вопрос, я недавно сделал заявление, что Россия еще не купила права на Кубок Конфедерации. Вот если можете рассказать, как этот вопрос будет решаться? Знаете, про это говорят сегодня все, но Кубок Конфедерации не продается отдельно от Чемпионата мира по футболу, эти права продаются вместе. Ну и скажем так, так как будет большой ответ по этому поводу всем интересующимся болельщикам, которые ожидали покупку прав на Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедерации, отвечу так, свет в конце тоннеля уже есть. Свет в конце тоннеля появился только-только, поэтому я еще не могу, к сожалению, вам сказать все, потому что вы должны узнать о новостях, которые связаны с покупкой Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу, это произойдет совсем скоро. А что касается нас, мы Казань уже даже сняли, то есть мы готовимся в рамках Кубок Конфедерации, снимать четыре города, которые принимают Кубок Конфедерации, Казань в их числе, поэтому нас здесь много, мы здесь снимаем, останавливаться не будем, как вы знаете, мы очень плотно сотрудничаем с местной, собственно говоря, телерадиокомпанией, и это касается и того же футбола, мы очень плотно работаем с вами, и очень, кстати, я вам благодарна Юсуру Медшину лично, потому что, вот вы знаете, тоже большую работу проводим, не все клубы готовы вот так активно сотрудничать, вот я ни разу не помню, чтобы ваши нам отказали. То есть они всегда готовы на все, на любую промо, на любую игру, на любую, как бы, маркетинговую провокацию, то есть мы не так много это делали в прошлом году, но вот, условно говоря, контакт, что-то делать быстро, если это связано с Казанией, он, безусловно, есть и никогда не отказывают. Это касаемо Кубка Конфедерации тоже, поэтому сюда будем и прилетать, отсюда будем, собственно говоря, вести трансляции, и работа предстоит такая, достаточно большая. Продолжение следует...